Стоял на сцене во дворце, было зал забит. И был серьезен он в лице, но не серодин. Стихи о том незабываемом концерте написал президент Центра Владимира Высоцкого в Самаре. И так совпало, или муза нашептала, но стихотворный ритм прекрасно лег на музыку песни Высоцкого «Надежда». Стихи – это мои впечатления об этом концерте, на котором я был в 67 году, 29 ноября. И никогда не думал, что это будет песня. Но дело в том, что стихи слушал Никита Владимирович Высоцкий, и он к этому отнесся благословно. 25 июля – день и скорбный, и торжественный. Поклонники творчества Владимира Высоцкого собираются, чтобы вспомнить и песни, и тот день – памятный концерт в Куйбышеве, который для многих пришедших стал одной из важнейших страниц в биографии. А для самого Высоцкого, как говорят, это было один из первых массовых концертов, где он почувствовал себя поэтом. Хочется сказать, что словами ливанского писателя Джебрама, поэт тот, кто пел «Наше молчание». Он пел «Наше молчание». И мы были счастливы, что он был у нас в Куйбышеве. Песни Высоцкого для меня очень близки, очень важны, потому что несколько поколений людей взяли в руки гитары благодаря его песне. И я был в числе этих людей. Певец эпохи, так называют Владимира Семеновича, жив в памяти своих современников. Но песни его на все времена. И для юного поколения знакомство с Высоцким может начаться с музея, который в Самаре хотят сделать государственным. На улице Высоцкого или в отремонтированном дворце спорта место расположения еще не выбрано. Но экспозицию обещают впечатляющую. Марина Кравцова, Константин Головин. События.